Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Я в отпуске, поэтому могу наслаждаться каждый день двумя, иногда даже тремя мукбанками. Поэтому сегодня у нас с вами курочка-гриль, которую я сегодня утром сгоняла, купила. Выглядит она очень аппетитно, но мама говорит, что вот эти области не стоит есть, потому что они подгорелые, а точнее это такой соус, который обжаривают слишком сильно. Мой любимый грейпфрут, в этот раз какой-то кисленький. На шараб у нас все это будем заправлять. И хочу сегодня начать со своего любимого йогурта Дониссимо. Мне кажется, они должны мне подплачивать немного хотя бы, но это искренне зато. Девчонки в комментариях спрашивали про Шейн, как сделать доставку в Азербайджан. Просили снять отдельное видео. Просто мне кажется, это видео никто смотреть не будет. Я просто потрачу кучу своего времени. Там элементарно. Там все настолько просто, что... Да еще некоторые меня закидают сообщениями, что вот, пиаришь! Это же пиар! Тебе заплатили за это видео! Мне нафига это надо? Чтобы потом меня еще и обвиняли. Посмотрите видео в ютубе. Есть. Я увидела, что есть видео, как заказывать Шейн. Просто некоторые у меня спрашивают, а потом еще обвиняют меня. Я просто вас научу, ребят. Если это интеграция реклама, к примеру, да, там бывает промокод. Промокод. Если блогер говорит, внизу там мой промокод, то значит это интеграция. Я никакого промокода вам не толкаю. Если вещь мне не нравится, я говорю, что она мне не нравится. Если вещь мне нравится, я говорю, что она мне нравится. Когда интеграция, блогер вынужден говорить на все вещи, что все ему нравится. поэтому в этом плане я как бы интеграция именно распаковки не смотрю потому что блогер вынужден говорить что ему нравится потому что это все прислана бесплатно так как я сама плачу за все свои заказы то я могу смело говорить о недостатках о минусах хаять какой-то товар некоторые мне пишут айка тебе приходит какая-то фигня другие блогеры нахваливают наверно ты не умеешь выбирать товары вы не обращали внимание возможно у них интеграция у меня не спонсированное видео если я сама не скажу про то что платье опечатывается например на гладильной доске откуда вы это узнаете правильно ниоткуда поэтому не знаю иногда люди такие наивные вот реально они думают что они самые хитрые самые продуманные на самом деле вкуснотища вот прям хотелось мне этот йогурт в холодильнике у меня сейчас четыре таких йогурта вот один сейчас хомячил один чуть позже сегодня мы увидимся с моим парнем вчера у меня приглашал куда-то пойти но вчера у меня не получилось он даже приехал в последние минуту мне пришлось ему отказать мне просто были дела вчера у него есть такая привычка у он мне говорит вот я уже внизу я говорю предупреди меня заранее хотя бы за три часа мне тоже есть какие-то свои планы я могу кому-то что-то обещать например завтра я на ресничках а до этого мне надо на лазерную эпиляцию лица потому что кое-где что выросла так то не видно но когда нам наращивают ресницы понятное дело там сильный свет и все недостатки моего лица будут видны огромное спасибо всем за комплименты по поводу моего носика что он классный он вам вообще передает огромный в общем сегодняшний день будет на расслабоне начали весь един ресторан упаку не так нравится там цезарь цезарь там просто произведение искусства очень вкусная курочка вкусная где я брала курицу я брала ее в браво всегда беру курицу только в браво потому что там она самая вкусная я пробовала в разных местах разные доставки вкуснее чем браво нигде не ела честно могу вам сказать и вообще знаете я заметила в доставках все намного вкуснее чем самих ресторанах я например недавно была в кафе сити мы с чинарой там заказали клап сэндвич заказали цезарь цезарь был вообще какой-то горький клап сэндвич тоже какой-то невкусный как будто колбаса не свежая стоит все дорого а вообще невкусно единственное за что можно заплатить в кафе сити это за обстановку ну что типа тихо спокойно там официанты очень вежливые есть конечно свои какие-то плюсы но что касается еды это вообще невкусно я в универские годы обожала ходить по разным ресторанам и проходила просто все не знаю наверное я уже как-то старею не знаю с чем это связано возможно просто мир поменялся как-то мне не охота переть куда-то лишь бы посидеть в ресторане мне проще например заказать роллы большой какой-то сет посидеть дома посмотреть не знаю какой-то фильм и лежа например есть я помню однажды заказали из какого-то ресторана шашлык не помню из какого и заплатили за доставку домой и смотрим в чеке включено чаевые официанту официант вообще не присутствовал при этом при это нас сразу смутило во первых изначально когда мы заказывали шашлык нам не говорили что мы еще должны официанту чаевые оставить когда мы не сидим в ресторане еще платим за доставку домой у нас подруга такая ситуация была ничего пришлось нам купить конечно то что привезли но больше мы там ничего не покупали для больше за вкусную еду я конечно понимаю обстановка и все дела в таком месте можно посидеть попить кофе и поболтать не знать под рукой а что прям вкусно поесть вот честно у нас был немножко неприятный инцидент шаурмой номер один но я такой человек знаете не то что с этими я дружу этих я пиарю их я как бы рекламирую и говорю хорошо но шаурма номер один это реально очень вкусно очень у них шаурма очень вкусно у них все вкусно вот реально мне очень нравится заходишь какой-то дорогой ресторан смотришь ничего вкусного не знаю опять же на вкус и цвет товарищей нет мне удобнее переплатить за доставку ничего страшного но дома поесть когда я только поступила в универ я в школьные годы никогда по ресторанам не ходила я не знала какие заведения есть у нас здесь как-то немножко однокрупницы даже немножко угорали надо мной что она она нигде не была она ничего не знает поддержать разговор не может в этом плане мне как-то даже стыдно было что нигде не была у меня только занятия домой репетиторы дом репетиторы дом еще такой момент я живу не в самом центре города и мне чтобы доехать до ресторана вот ресторан который мне нравится в который мы сегодня поедем он находится на другом конце города очень далеко чтобы доехать до него мне хотя бы нужно час времени я все думаю блин не охота ровно час ехать то есть это ресторан находится на выходе из города боку то есть я нахожусь вообще на другом краю а этот ресторан на другом внутри еще такой соус вкусный в общем когда я только поступила в универ все уже знали все заведения где чё дают где чё сколько стоит а я такая знаете ничего не знаю нигде не была мне хотелось этот пробел свести на нет поэтому мы с подругой гоняли по всем заведениям и хорошо что это было в жизни потому что если бы этого бы не было не осталось бы никаких впечатлений эмоций сейчас и не хочется особенно у меня такое состояние после пандемии и зимой твиксик обычно когда я мукбанг снимаю я его как-то в зал загоняю и дверь закрываю а то он приходит мяукать это не потому что он голодный его с утра покормили он съел рагу просто он вечно голодный у него заложено это в мозгом единственный минус крылышки такие знаете обгорелые смотрите прям чёрный какую часть кушать непонятно а это наверное выброшу я совсем опять забыла про наршарап вот каждый раз его ставлю и забываю просто настолько вкусно что даже и без наршарапа вкусно я уже буду с вами прощаться мой сын просится в комнату спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю пока